В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Ловкость рук и телефона как не бывало. О том, кого задержали тербинские полицейские, расскажем через минуту. Работа над внешним обликом города должна вестись сообща. Вопрос о развитии столицы Дагестана обсудили на аппаратном совещании в мэрии Махачкалы. Печи убийцы. Почему многие, устанавливая газовое оборудование, ставят дешевизну выше собственной безопасности? Смотрите в выпуске. Шесть золотых медалей из десяти. Дагестанские вольники показали лучший результат на всероссийском турнире в Краснодаре. Житель Дербента подозревается в краже мобильного телефона. В отдел полиции обратилась 30-летняя жительница Маграмкенского района. Она рассказала, что неизвестный из кармана ее куртки украл мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 61-летний местный житель. Уже в полиции он рассказал, что увидел гаджет в кармане одной из прохожих и решил его присвоить с целью продажи. Но сделать этого не успел. Телефон изъят и возвращен владелице, а на мужчину возбуждено уголовное дело. Хотим ли мы развитие Махачкалы? Каким оставим этот город следующему поколению? Своим детям. Готовы ли работать для того, чтобы сделать город удобным и комфортным для проживания? Эти и другие вопросы Резван Газимагомедов адресовал коллегам на первом аппаратном совещании в мэрии. Всех, кто готов работать, я приглашаю в одну команду. Резюмировал городоначальник и обозначил одну из главных проблем дагестанской столицы. Незаконные стройки. В частном секторе строить разрешено не выше трех этажей. Все остальное, по его словам, недопустимо. Снесите строщик и доложите, чтобы оно было снесено. То же самое Камайо-12. Начали самовольно строить. Снесите ее, пока ничего не строили. Бульдозером пустите, снесите ее. Незаконная стройка. Опять же, вы говорите, что дальнейшее обращение в суд. Не надо ждать, пока он построит. Снесите и пускай. Тогда понимают. Центр почистить, а окраины все без очистки, но это неправильно. И давайте договоримся так. Центр это лицо, да, согласен. Но давайте максимально там, где население живет, больше простое, нормальное население, откуда мы все с вами вышли в основном. Мы же тоже здесь, в этих кабинетах не родились. Мы оттуда вышли. Давайте оттуда начнем. Давайте там помогать, там благоустраивать. Второй вопрос, что незаконно люди застроили, потом, извините за уважение, бегают к нам, чтобы дали компенсации. Не будет этого. Я никогда не поддержу. Это незаконно. Самовольно построили, нарушили все законы, а потом у них, когда что случилось, бегают. Не будет этого. Это закон не позволяет, и этого не будет. Поэтому людей, кто там еще думает построить, ну, пускай думает дальше. Но ваша задача и районном месте не допустить, чтобы вот эти оползневые склоны строились. К сожалению, уже там, наверное, тысячи уже домовладений появилось, которые потенциально это у нас опасность представляют. Что касается тех чиновников, кто в сговоре с застройщиками, то руководству Резван Газимагомедов предложил избавиться от таких специалистов самостоятельно, а иначе пригрозил заняться этим вопросом лично. Дагестанский бизнес будут жестко проверять и контролировать за наценки и навязывание услуг. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов. Он также напомнил, что в течение всего туристического сезона выявлялись факты включения в счет процента за обслуживание клиентов, что по всей стране уже не имеет места и запрещено по закону. Было подчеркнуто и навязывание клиентам оплату процента эквайринга. Халилов заявил, что эту работу будет активно выстраивать с управлением Роспотребнадзора. Использовать не сертифицированное газовое оборудование запрещено и опасно, но некоторых абонентов это не останавливает. Много таких случаев выявили в ходе рейда газовики в селе Тюбе Кумторкалинского района. Почему люди используют иранские камины, которые в народе получили название «печи убийцы», узнавала Патимат Ханапова. Мина замедленного действия – так называют газовики эти многоквартирные дома в селе Тюбе Кумторкалинского района. Девять многоэтажек и почти во всех квартирах используются такие иранские камины. Практика показывает, большая часть несчастных случаев связана именно с самовольной установкой таких не сертифицированных приборов. Он считается в народе убийцей. Это самое опасное оборудование. Этот оборудование не прошло сертификацию, это в первую очередь. И вот этим камином угорение газа, воздушной смеси очень вероятно и очень сильно. От него не просыпаются люди. Ну я открытие оставляю, все равно я… Смотрите, мы когда зашли в квартиру, уже запах мы почувствовали, продукт вгорания, понимаете? Да? Чувствую, да. Вы не чувствуете, потому что вы пропитаете. Чувствую, я открытие оставляю чуть-чуть. У вас пластиковые окна, у вас нет вентиляции, у вас нет вентиляции. И у этого камина нет принудительного выхода на улицу, она принудительный не вытаскивает, не вытягивает газ. Если вытяжная система установлена, то зачастую не по нормативу. Например, эти гофрированные трубы категорически нельзя использовать для вывода угарного газа. Многие жильцы грешат и тем, что проводят дымоотвод не на улицу, а в общую вентиляционную шахту. От угара она идет на вытяжку. Могут попасть другим соседям, кто наверху живет. Из-за этого могут пострадать весь этаж. Или, соответственно, если что-нибудь не так станет, весь подъезд тоже может полететь. Из-за этого мы его отключили, обезвредили. При выявлении таких случаев специалисты обязаны отключать абонента от газа для их же безопасности. Однако жители подключаются к сетям снова и снова, говорят, от безысходности. Дело в том, что Дамайте имеют централизованную котельную, но она не функционирует вот уже 30 лет. Для ее ремонта нужны деньги и внимание властей. «Централизованные отопления у нас не работают и не было. Вон, построили котельные и не запустили, вот так стоят. На каждом районе, в нашем районе здесь есть котельные, в другом месте тоже есть котельные, там в третьем месте тоже есть, ни один котельный не работает. С 90-х годов здесь все распало и осталось вот так. Без ничего. За то, что не запустили, каждому жителю приходится свои котельные? Они делают отдельно и все. Больше что мы можем сказать. У кого-то есть нарушения, у кого-то нет. Каждый человек должен сам соблюдать у себя дома технику безопасности». Люди оправдывают себя, говорят, зима на улице, а в домах холодно, в газдоме, конечно же, удобно и комфортно. Но очень важно, чтобы это было еще и безопасно. Тем более специалисты предлагают на время, пока власти не возьмут ситуацию на контроль, все-таки использовать более безопасные приборы. «И какое решение вы предлагаете людям в данном случае?» «Электрическое. Как бы колонки электрические, отопления сертифицированные. На сегодняшний день только так. Другого нету, нет». «Ранее эти дома были подключены, отопление централизовано. Соответственно, через какое-то время котельная перестала функционировать. И люди в попыхах, кто как может, самовольно, не самовольно, стали установить это газовое оборудование. Мы, конечно, наша главная задача – обеспечить безопасность, но при этом мы им рекомендовали обратиться в муниципалитет и другие станции с обращением, для того, чтобы они привели котельную в соответствии, либо дооформили документы для получения технической возможности для установки газоиспользовавшегося оборудования, качества сертифицированного, чтобы они потом, в последствии, использовали газ в законном порядке». По итогам рейда сотрудники «Газпрома» отключили 10 несертифицированных приборов. 14 предписаний выданы за небезопасные шланговые соединения. Кроме того, специалисты ведомства провели инвентаризацию лицевых щитов, а именно снятие контрольных показаний, чтобы потребители могли встретить Новый год без долгов. В скором времени в республике появится ремонтный цех от Минского тракторного завода. Договоренности об этом заключили на совещании с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимовым Абдулмуслимовым. Первый рабочий визит представителей предприятия состоялся и будет длиться еще несколько дней. Дети-сироты из Буйнакска получили долгожданные квартиры. В этом году администрация города смогла обеспечить жильем 5 человек. Церемония вручения ключей прошла в мэрии Буйнакска. Глава города отметил, что местные власти продолжат работу в этом направлении. «Мы должны со всей ответственность этому отойти, потому что и так жизнь распорядилась так, что были трудные, поэтому мы в этой части очень хотим помочь». Стоит отметить, что среди ребят, получивших жилье, есть и Абдулла Хизроев, который практически с первых дней находится в зоне СВО и не смог присутствовать на церемонии. А ключи отдали дяде военнослужащего. Шесть золотых медалей из десяти. Дагестанские вольники показали лучший результат на всероссийском турнире в Краснодаре. Молодежные соревнования были посвящены памяти заслуженного мастера спорта Бесика Кудухова. Помимо шести наград высшей пробы, в активе наших борцов также пять серебряных и семь бронзовых медалей. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова